большой всем привет любителям тумане бонз и головоломок сегодня мы будем разбирать секрет вот этого удивительного а гирлока ну и все начинается у нас конечно с автомашин of shell ох конечно я тот еще решатель головоломок о чем мы и поговорим когда мы проходили эту книгу это приключение и вы можете уже посмотреть даже два варианта прохождения я сам даже не смог найти ответ где инструкция чтобы взять и открыть эту секретную коробочку что к ней вот к этой книжке прилагалась вот эта коробка на которой написано do not open until instructed то есть не открывайте пока не получите инструкцию и даже даже чтобы решить примитивную загадку где эта инструкция мне это пришлось помощи зала так скажем брать вот она ответ вот здесь в конце на картинке rifle передает эту колоду бумерше тайным образом и вот это и есть инструкция что вы можете взять колоду и и и открыть ну понимаете что я не особо стремлюсь конечно решать эти загадки так или иначе инструкцию мы получили автомашин of shell отложили и теперь смотрим на эту головоломочку все-таки откроем не настолько я не любопытный чтоб вообще ее не открывать но вначале историю вообще про эту колоду дело в том что авторы то есть издательство вот эту колоду где-то примерно три года раздает на разных выставках на разных мероприятиях своим фанатам и там внутри головоломка решая которую ну люди получают видимо удовлетворение решение головоломок и дело в том что эту головоломку сделал он не чип теории games и сделала некая команда enigma вот здесь в информацию об игре написано что эту загадочную коробочку сделал некий киара фосс из enigma emporium я посмотрел что за enigma emporium это небольшая компания которая делает разные головоломки реализируется на вот таком виде развлечения так вот чип теории games сотрудничая с ними вот эту колоду разработали несколько лет назад и давали в мероприятиях потом случился к вид мероприятий все позакрывали и они решили что ну почему пропадать добро давайте мы эту колоду приложим к своему новому продукту автоматону of shell и тем самым распространение достаточно широко но самое интересное что они заложили определенный подарок для тех кто эту игру решит и от те кто решали они через онлайн этот ответ куда-то за посылали как только набралось 5500 ответов то есть 500 человек решили эту загадку они анонсировали появление нового герлока rifle скрыта скрытой говорят что это девушка или мужчина ну непонятно он настолько загадочный непонятный что он появился в продаже только на 48 часов после того как 500 человек решили эту загадку и они говорят что он будет появляться ну по счетчику открытия этих загадок то есть допустим доберется до следующих там не знаю 600 700 или там тысячи и он снова появится на в продаже только на 24 часа у них на сайте очень интересная задумка признаю но а почему я очень прохладно к этой идее отношусь настолько навороченная идея настолько замороченная настолько классная но я вот ведь у меня она лежит не распакованы уже больше месяца я не особо стремлюсь и тут конечно дело в том что я не особо большой любитель решать головоломки и я знаю даже что в и в тумане бонс в андертон тоже есть какие-то скрытые головоломки открыв которые можно получить даже какой-то подарок но я не ищу не особо интересуюсь почему так сложилось то даже не знаю возможно это как говорится негативный опыт конечно это не имеет отношения к этому не бонсе вообще к каналу но я поделюсь потому что мне это воспоминание пришлось именно когда я готовился снимать это видео и хочется просто им поделиться может быть больше для самого себя когда-то очень очень давно когда мы только-только еще встречались женой один из моих маленьких подарков ей был вот такая головоломка до символическая это это сердечко связанные большой маленькой связанной цепочкой и нужно как-то сделать так что вот это отделить от большого то есть можно головоломка заключается в том что можно снять как-то вот это маленькая отцепить от этого и я эту головоломку приобрел это очень давно было ведь она до сих пор со мной ездит по всем странам потому что памятный такой подарок который я так и не смог решить то есть это уже лет 15 наверное ему примерно так так вот я приобрел эту этот символический подарок что-то там загадал типа что мы если мы раз разгадаем его там там на что-то будет я не смог его открыть короче возился несколько несколько часов в день и примерно неделю да наверное можно найти подсказку не надо ссылки на подсказку решение этой головоломки потому что найти это не проблема но я хотел сам решить это и понятно что здесь какие то есть подсказки я и всякого суда вот это все всовывал и еще как-то хитро все перед перепробовал и все вот эти варианты дырки в дырки но не смог решить после вот этого разочарования я наверное не взлюбил головоломки с тех пор они ни одной по моему не не приобрел хотя вот лет 10-15 назад это было очень популярно вот такие японские хитрые головоломки с разными металлическими разными сложности вот это уровень чиповом четвертой сложности из пяти но не сложилось так что хобби коллекционирования металлических японских головоломок головоломок у меня обрезала на первой же поэтому может быть отсюда возможно отсюда у меня нет такого энтузиазма и вдохновения прямо сейчас бросится сразу же как только я прошел автомат автомата но в shell сразу же бросится изучать что здесь за головоломку давайте откроем что делать потому что я но не хочу я ее решать но показать покажу конечно все запечатали даже коробочка толком открыть не смог так и того у нас здесь колода которая выглядит вот так тут какой-то пластиковые карты и насколько я уже прочитал немножко на каждой из этих карточек отдельная головоломка их блин смотрите какая куча это прозрачная каждая из этих карточек это какая-то головоломка которую нужно решить хоть одну я смогу может они поможет порядок важен но тут в любом случае это надо читать меня была мысль сделать стрим и попробовать вместе штурмовать эти головоломки но а как видите у меня особо энтузиазма на этот счет нету чтобы этим заниматься может и зря может и попробовать ну давайте я вам сделаю кто может что-то попробует сделаю скрины вот первых нескольких карт если решите какую-то ну напишите решение может быть я вдохновлюсь и все-таки мы попробуем это сделать и так вот такой у нас инструкция вот первая карта вот вторая карта доведем порядок важен потому что вот третья карта вот это что-то у этого гаскета четвертая карта блиц кстати блиц это и гуд это это свойство гаскета какие-то буквы подчеркнуты интересно и тут подчеркнутые буквы и здесь в общем поломаю голову но особого восторга я от этого не испытываю какой должен был бы от такой крутой и реально замороченной задумки авторов вот но когда рифу появился продажи я конечно его а первым делом взял потому что ну уже фанат тумани бонс и лишний гирлог никогда лишним не будет поэтому загадка загадками решать я ее скорее всего не буду если только кто-то в комментарии не вдохновит меня показом что это на самом деле просто и надо просто сесть и заняться а вот с рифлом я вас сегодня познакомлю так вот когда они эту загадку придумали и когда они подумали она даже какой-то приз и призом это стал новый гирлог но они подумали просто гирлог же не интересно надо чтобы и в гирлог у гирлога была тоже какая-то особенность которая связана с основной головоломкой я основная особенность рифла то что он управляется колодой покерных карт и так у нас и распаковочка будет задним что у нас тут у рифла есть ну справочный лист по всем его параметрам колода карт кубики и коврик вот так все это выглядит что у нас есть у нас вместо целых шести кубиков есть место для карт колода вот такая она в отдельном отдельный отдельной упаковочке и а по сути это самая обычная колода игрально покерная колода да она очень красивая на фольгированная с переливается вот так с таким красным золотистым переливом да это не бумага и не картон это тоже пластик вот такой король то есть это просто покерная колода с четырьмя мастями из тумани бонс то есть то есть у нас капелька крови видение кости крести видимо и шестеренки а все остальное но двойки идут у за как обычно еще один почему я не особо в восторге и не торопился вас знакомиться с этим новым гирлогом потому что я не играл в покер то есть они не совсем понимаю прелесть вот этой колоды и да я понимаю что ее в нее можно играть наверно в покер кто-то может это и будет делать но для меня это все незнакомые сферы как вот я головоломки не особо воспринимают так и к этой идее с колодой я немножко скептически воспринимаю но может быть и зря давайте разбираться с нашим новым гирлогом рифлом и так перед началом игры он берет из общей этой колоды 22 карты это то с чего он начинает 22 карты кладет сюда остальные отдельно они могут быть доступны в процессе игры но не в начале в начале своего хода rifle может разыграть какую-то из карт рук в своей со своей руки своей руки руки он может держать пять карт то есть фактически он играет в такой мини покер а вот его рука к примеру и у каждой масти есть какое-то свое свойство которое здесь описано да мы можем разыграть допустим какую-то одну карту и получить просто эффект этой карты эффект зависит от масти то есть допустим если у нас стоят шестеренки то можно нанести один дэмэдж соседнему врагу если у нас масти с кровью то вылечить на вылечиться на 1hp а если кости то получить одну кость в бк план если есть vision то это вариант более сложный то есть у нас два варианта либо мы можем пополнить свою деку потому что вот данная дека это ресурс истощаемый то есть если у вас закончится вы просто становитесь беспомощными поэтому периодически нужно пополнять эту деку она дается на всю игру то есть вот вся целиком дека включая вот запас это все что вы сможете сыграть за все приключения соответственно если вы не будете пополнять то у вас 22 карты но посреди приключения кончатся и будет больно так вот а если у вас есть карта с vision то есть вот такая допустим то вы можете ее скинуть и получить себе карту отсюда сюда либо использовать эффект вот этот эффект масти в комбинации с той карты которую вы хотите эффект использовать и это можно будет использовать на любого юнита не только на конкретного то есть к примеру если вы играете шестеренку допустим эту карточку эффект шестеренки у нас нанесите дэмит что соседнему врагу если вы вместе с этой карты играете карту vision то вы можете либо взять дополнительную карту себе в колоду либо усилить эффект данной карты чтобы нанести дэмидж уже с любому юниту то же самое с лечением то есть если вы лечите условно говоря где у меня тут лечил какая-нибудь то есть карту с с капелькой крови и добавляете vision то есть видение то вы можете лечить не только себя любого в воде или или другого гирлока то же самое можно получить кости не только себе а другому то есть vision у нас добавляет усиливает эффект основных карт либо просто пополняет колоду следующее понятие которое есть это покерное понятие я извиняюсь что я не знаю терминов но это комбы разных карт то есть одна карта это одна но есть усиленная карта это две карты одной и той же масти то есть можно разыграть допустим вот две карты одной масти дальше комбинация это матчинг то есть две карты одного и того же номера то есть вот две шестерки например у меня хорошо выпало дальше какой-то ран это две карты с последовательным номер допустим 56 там два три и так далее ну и и full house это три одинаковые карты с одним номером и 2 с другим одинаковым номером потом а 4 в ряд 4 карты с одинаковым номером это надо 4 шестерки например набрать ну и а самая сильная комбинация стрейт флэш как она на покере на русском не знаю называется это 5 карт последовательности одной и той же масти то есть допустим 2 3 4 5 6 и все одной масти и у каждого из этих сильных комбинаций есть усиленный эффект то есть допустим full house вам позволяет разрешить эффект каждого каждой масти которая в этом full house и будет а затем взять в руку еще пять карт данная комбинация позволяет тоже разрешить эффект каждой масти причем дважды и эффекты можно применять на любого юнита ну и самая сильная комбинация она вот дает очень сильный эффект и допустим если вы не знаю насколько вероятность этого стрит флэша получить за партию но так или иначе очень сильные дают эффект это мастер шестеренки наносит 5 труда мидж любому бадди на поле то есть это фактический ваншот данная комбинация на масти крови каждый гирлог может полностью вылечиться здесь получить 5 бк плана здесь визион в таком такой масти позволяет перевернуть все колоды и рассматривать их в любой момент чтобы ну он подготавливается к битве они случайно тянуть неизвестно какие карты то есть основная механика данного персонажа то что у вас есть пять карт и перед началом своего хода вы разыгрываете какую-то комбинацию которую можете разыграть вот в данном случае у нас есть возможность разыграть 2 2 номера это будет матчинг получается 2 и больше карт с одним номером ну и соответственно я смогу получается разыграть дэмидж любому или к примеру если я разыграю такую комбинацию вот две дамы это тоже будет матчинг соответственно я смогу получить и кость и кому-то дэмидж сделать соседнему с картами я думаю понятно этой таблички в общем-то будет достаточно для первых партий чтобы выучить какая масть что делает и какие комбинации что делать теперь у риф лава у риф ла помимо необычной механики с картами есть обычные кубики прокачка основных параметров параметров персонажа она здесь как и у всех а вот остальные кубики они связаны с той или иной манипуляции о своей колодой причем начале риф не может разыгрывать все что угодно то есть он не может допустим него full house вы выпал на руки он сразу его разыграл и победил нет в начале он может играть за свой ход только одну карту из-за количества карт которые он может может разыгрывать за на свой ход в начале своего хода зависит от по красной профессии которые у него называется дэк билдер то есть создатель колоды чем больше у него кубиков этой профессии тем больше он может разыграть карт с руки соответственно если он взял одну допустим вот этот вот этот кубик то он значит может разыгрывать две карты если он прокачал все четыре кубика красной профессии то он может разыгрывать максимальные 5 карт то есть полноценно по идее значит ему нужно по-любому прокачивать вот и вот эту профессию самого самого начала что эти кубики а делают так этот момент момент понятен . как только у него есть все четыре кубика то он может разыгрывать все пять карт без кубиков он может разыгрывать только одну каждый кубик добавляет одну карту к возможности разыгрывания в свой ход вся эта профессия она посвящена построению колоды потому что на самом деле по большому счету рифл работает с помощью колоды и составление правильных нужных комбинаций соответственно манипулируя тремя видами колоды то есть база основная и сброс и рука он пытается создать у себя последовательность которая будет правильно работать то есть нужные масти будут приходить нужные комбинации будут приходить итак что у нас делает первый кубик когда вы развили вот этот карт каунтинг когда вы его соответственно кидаете вы получаете определенную цифру и чем больше тем лучше потому что вы можете а с помощью этого кубика посмотреть соответствующее количество карт с активной деки то есть отсюда после чего можно эти карты в свободном варианте положить либо в наверх либо на низ любой колоды либо вот это либо вот этой то есть ты избавился от ненужных получил нужные положил их положил их в нужном порядке соответственно следующий свой ход вытянешь то что ты себе на создавал с помощью а вот этого кубика с этим понятно следующие кубика burn and turn это второй кубик который позволяет почистить свою колоду то есть бросить до такого количества карт которые здесь написано которое вы выбросите в данном случае до 4 из своей руки то есть вы сбрасываете свои руки 4 карты потом берете до 5 карт и затем вы можете сыграть еще одну комбо чем это хорошо потому что это единственный но не может быть не единственный но один из основных вариантов сыграть а две комбо за свою партию то есть в начале хода играешь потом кидаешься в кубик и сбросив указанное количество карт можно взять новые и сыграть еще одну комбо то есть двойной комбо будет если повезет если ты к к тому времени правильно себе колоду подсобирал следующий кубик у нас 4 house edge который потому что тут стрелочки поэтому нельзя допустим это развитие тогда потом это тут по порядку а итак четвертый кубик это очень такая своеобразная манипуляция мы берем к определенное количество карт насколько вы выкинется допустим 3 из полной колоды то есть из основной колоды и потом это все помещается в сброс сделаем сброс для наглядности типа вот так то есть мы взяли допустим три карты по этому кубику положили это все в сброс а затем выбираем соответствующее количество три карты из дискарды помещаем его вниз полной деки то есть таким образом мы можем отсюда вернуть вот у нас сброс большой и мы видим что о а тут у нас хорошие девяточки мы возьмем две девяточки сколько там еще одну карту и допустим восьмерку почему потому что 89 можно последовательно сделать допустим или две карты тоже хорошо и эти две карты я кладу обратно под низ данной колоды да конечно когда мы их еще увидим это неизвестно поэтому я не уверен что это сильный кубик но тем не менее это возможность подготовить в конце партии прямо очень хорошие комбинации насколько я понял смысл этого кубика ну и последний кубик этой профессии это дек стекинг здесь очень просто то есть вы кидаете кубик количество карт которые здесь указано берете из дискарда и сброса выбираете из сброса количество нужных карт и замешиваете их в активную деку то есть ту которой вы работаете но это конечно намного полезней потому что вы сможете увидеть карты которые хотите вот в этом заключается профессия дека билдер у рифла вторая профессия рифла это карт шарк это кубики которые уже завязаны не на работу с колодой они за связаны с тем как вы взаимодействуете с врагами на поле что у нас тут есть три кубика первый кубик обязательный из которого идут два других гутрид он позволяет очень неплохо бегать от врагов он позволяет их увидеть заранее и спрятаться но это свойство рифла вновь очень скрытные очень прятающиеся и было бы странно не отразить это в его механике к примеру когда вы бросаете этот кубик и у вас выпадает к примеру два то после движения body body ходит у нас на 2 как обычно вы можете двинуться на количество которое выпало у нас на этом кубике то есть к вам подошел body а вы убежали и он не успел вас кинуть кинуть свои кубы атаки очень классный кубик прямо прямо вот хочется его попробовать вся эта манипуляция с картами я пока не оценил потому что ну не моё а вот такие свойства меня сразу же вот вдохновили хочется прям попробовать вот такой кубик я бы хотел дать какому-то другому берлог чтобы прямо заценить как можно бегать и катить еще и с помощью этого свойства да к сожалению надо одноразовая но тем не менее дальше что у нас есть следующий кубик вот такой кубик с что тут нарисовано то ли монетки то ли что bleeding чипс а то чипсы чипы чипы нарисованы после того как body нанесся damage балики за за окном орут кошек ищут в общем это у нас своего рода счетчик когда мы его получаем на то он за потом попадает закрытый слот и а когда вас атакуют и удаляют у вас защиту то вы можете уменьшить этот счетчик и нанести на врага который вас обидел bleed effect то есть поранить его эти этими чипами и последний кубик этой профессии он размещается на body то есть мы его кидаем и размещаем но на врага до конца следующего хода после того как данный враг будет кидать кубики в свой ход но перед тем как вы их разрешите вы можете поменять соответствующее количество кубов выброшенных на обычные кости это очень круто допустим выкинули кубик у вас вот три после чего на вас положили на этого body body подошел атаковал кинул допустим три атаки а вы можете до того как его разрешили эти кубики вы можете скинуть вот это и превратить эти три атаки в три кости а если этот body например небезопасный то есть карл с его это просто убьет ну то есть интересный способ бороться с некоторыми врагами вот такая забавная профессия которая уже не связана с карточной механикой последняя профессия два всего кубиком профессионализации gambler она больше такая связана с пушью лаком то есть с игрой на удачу нас тут два а маленьких синеньких кубика первый из них делает следующий а мы проверяем свою удачу на вытягивание то есть бросаем этот кубик допустим нас выпало 10 после чего вы должны загадать число и а масть затем вы берете и вытягиваете указанное количество карт в данном случае допустим мы 10 карт вы вытянули из full деки то есть из основной деки и если вы угадали то есть вытянули загаданную карту нужной масти и номером а то все эти карты вы берете и перетягиваете в активную колоду все остальное замешивайте обратно то есть это такой способ на удачу пополнить свою активную рабочую колоду второй кубик интереснее у него у него три разных стороны которые работают по-разному например вон вас чип если вы выпадает вот это когда вас нокаутируют то есть убьют полностью то вместо того чтобы погибнуть и вы весь дэмидж игнорируете и оставляйте в себе одну жизнь ну то есть как бы последний чип дальше угловое не знаю поражение то есть это просто передача это передача урона другому гирлоку ну допустим если у вас есть какой-нибудь танк типа пикета у которого куча щитов а у вас там последней жизни вы можете с помощью этого кубика просто передать ему и самому выжить это тоже интересный способ избежать смерти то есть когда вам наносит удар смертельник который приведет к вашему нокаутированию вы можете вместо того чтобы принять этот дэмидж и направить его на body ну очень интересная такая штука сколько их тут 2 2 из 6 сторон ну и последняя кубик который есть у рифла это на котором есть масти и просто кости причем много так 32 остальное все масти что это дает если вы выкинули масть то вы можете добавить к розыгрышу своей карты например вы можете играть только одну карту трех карту костей но если у вас выпало еще кости то вы добавляя здесь у вас получается как бы двойное уже а если у вас допустим выпадет вот так и вы выкинули тоже шестеренку то тройное можно будет то есть если у вас или лимит на две карты то есть это своего рода усиления вашей комбинации просто мастью расходный материал дается редко поэтому такое ну и последнее что стоит рассмотреть это конечно бы к план арифла он довольно сильный это же завязан на основную его механику на одну кость мы можем просто сыграть еще одно карточное комбо то есть у нас получается три варианта сыграть комбо первое начале своего хода второе комбас с бк-плана 1 и еще одно с кубика бу-бернер энд тёрн наверное правильно произнес а то есть в идеале можно аж три комбинации сыграть это три урона нанести ну сильно сильно сильная способность вторая на две кости вызов времени в конце раунда вы можете передвинуть любого не тирана с максимальной инициативой на конец инициативы слушайте ну блин такое свойство шикарное иногда это просто ну очень хочется на три кости ну как я понял это разыграть эффект масти два раза что ли четвертое нанесите количество дэмидж любому врагу эквивалентную числу карт что вы сыграли на старте вашего хода ну допустим 555 дэмидж нанести неплохо если ты 5 сыграл карт вначале и на 5 это решав это очень важная вещь вы берете весь свой сброс и замешиваете его обратно в активную колоду это почему это важно потому что активная колода по-другому ну в общем-то пополняется очень сложно если у вас колода кончилась вы становитесь беспомощными когда он надо копить 5 костей и весь сброс можно будет замешать обратно в активную колоду ну и можно на 6 костей как обычно апгрейдится до своего внутреннего свойства 1 что она дает карты vision то есть из глазика можно использовать как любые цифры когда вы играете матчинг или ран карт комбо то есть для матчинга можно или для ран можно использовать vision и в качестве джокеров но тоже сильная вещь вот примерно так работает rifle и у вас конечно возникнет вопрос а где let's play потому что по этому описанию все выглядит очень очень интересно но непонятно думаю что так это все звучит let's play я пока делать не планирую потому что у меня очень большая очередь игр висит которые планирую планировал делать на канале но у меня тумани бонса становится слишком много и нужно делать какой-то перерыв мы только-только закончили прохождение автомата он of shell так так что любителям тумани бонс есть что посмотреть и основное прохождение дополнительная еще прямо играть снова в тумани бонс но я думаю что это не очень хорошо тем более что на днях должен прийти гопломах виктория на днях должен прийти skyrim я хочу что-то другое пока поиграть они тумани бонс что появится первым ну не знаю пока не знаю голосовал к на бусте есть в любом случае при желании можно поспособствовать появлению именно конкретной какой-то игры на канале побыстрее но у меня планы пока размываются и и тумани бонс я хочу отложить но хотя бы там на месяц-два и конечно следующий летсплей скорее всего будет вот с рифлом мне хочется попробовать эту механику потому что может быть чтобы или подтвердить мой скептицизм к данному игр локу или наоборот опровергнуть пока он мне кажется очень и очень странным не попробовав не узнаю но я не решаюсь занимается им сейчас прямо тут сплей устраивать и потому что потому что я хочу немножко разбавить тумани бонс на канале чтобы его не слишком много потому что когда чего-то слишком много это тоже а плохо вот такой персонаж напишите в комментариях что вы думаете вот по такому описанию как вам он смотрится по сравнению с остальными как вообще идея внести покерную механику в гирлока которую я вот очень скептически отношусь и даже не знаю даже не знаю слов найти не могу пока что меня смущает может быть в комментариях как-то проясните вот это это мое впечатление очень и очень подозрительное ну и конечно если уж зрители будут очень очень настаивать то мы рано или поздно а летсплей по рифлу тоже сделаем и если делать то с каким интересно врагом его противопоставить интересный вопрос вот вам еще один вопрос для ответа в комментариях всем пока и спасибо и спасибо что смотрите а наш канал и поддерживайте его и Продолжение следует...